В годы войны с территории нашего района было призвано 9075 человек. Из них 2630 убиты и умерли от ран. 3145 пропали без вести. 3300 вернулись. Неугасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим. Субтитры создавал DimaTorzok. Война прошла через каждую семью. Через человеческие судьбы разделив время на довоенное и военное. Разделив всех людей на прот и тыл. В белой холлице был тыл. В теплый июньский вечер играл баян, звучали песни. Выпускники 1941 года не знали, что через несколько дней в их школе на улице Советской будет развернут мобилизационный пункт военкомата. А к концу июля почти все юноши будут призваны в армию. В далекий год, простясь с учителями, длину дорог измерив фронтовых, они держали главный свой экзамен и в танковых боях, и в штыковых. Не вернутся с войны Иван Разницын, Николай Ковязин, Сергей Ильин, Иван Полышев, Петр Груничев, Виктор Батарин, Анатолий Сметанин, Николай Кондратьев, Филипп Ившин и другие. С зенитчицами, связистками, медсестрами уходили на фронт девушки. Ольга Григорьевна Нечаева, Софья Петровна Повышева, Лидия Неконоровна Марихина. Мария Михайловна Матушкина, Надежда Георгиевна Гурина, Татьяна Андреевна Груничева, Энгелия Павловна Кузнецова, Анна Николаевна Шмакова, Юлия Ивановна Рычкова, Мария Семеновна Салтыкова и другие. Музыка Подрастает девушка, растет. В рюксеньков сабвенты голубые, как глаза. Только сорок первый год хуже, чем глаза. И мешок не собранный, прячется спиной. Горько плачет матушка, дочень новостой. Мы могли с тобой расти в саду в свете. Ты, куда уходишь ты, куда уходишь ты? Доченька моя, ты у меня одна. Зачем тебе война? Зачем тебе война? И на ней не платится новенький мундир. Рядом с ней застенчивый юный командир. Провожает девушку на задание вновь. У них любовь на войне, на войне любовь. Перед расставанием губы и глаза. Мы могли с тобой расти в саду в свете. Куда уходишь ты, куда уходишь ты? Доченька моя, ты у меня одна. Зачем тебе война? 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 Где-то в поле девушка во светах лежит. И на днею воронем стоями кружит. Подушка моя, со мной твои цветы Куда я ухожу, куда уходишь ты Родина моя, ты у меня одна Зачем тебе война? Зачем тебе война? Родина моя, ты у меня одна Зачем тебе война? 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 Все отдавали? Все отдавали? Силы? Средства? Война тащила за собой детей, не ведающих детства, и женщин с горькой судьбой. Зачем тебе война? Зачем тебе война? ПЕСНЯ 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 Ночь За нас, Господи, дай силы, Господи, Ты, что так умеешь дать, Господи, дай силы, Господи, русскую святую мать. Господи, дай силы, Господи, Дай силы, Господи, русскую святую мать. Живя скудно и голодно, тыловая колуница приняла сотни эвакуированных семей, разместив 8 детских домов из Ленинграда. В холунице, в Иданово, в Пантыле, в Прокопье, в Агина, в Сыльянах, в Севсвятском, в Шитово. Всего 1100 детей. Худых, изможденных, их в тыл привозили. В таежные села, в станицы степей. Тепло и уют холуница дарила. Чужих не бывает детей. Осенью 1941 года в холуницу начали поступать раненые красноармейцы. Эвакогоспиталь номер 1149 разместился в зданиях педучилища и завода управления. В январе 1943 года вместо красноармейцев стали лечить военно-пленных. Нет в России города, деревни, которые родились по своими героями, защитившими Родину от фашизма. Наши земляки вместе со всем народом приближали светлый праздник Победы. Работали, не зная отдыха на заводе, не думая, что они совершают подвиг. А наша школа в годы войны прекратилась в госпиталь. Здесь спасали жизнь не только советским бойцам, но и раненым военнопленным. Дети трудились на заводе наравне со взрослыми. И выступали перед раненными бойцами с концертами. Сорок трудный год. Госпиталь. Коридоры сухие марки. Шепчет старая нянечка. Господи, до чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными. Мы почти растворяемся в них. С палалайками, с мандолинами и большими пачками книг. Что в программе? В программе чтение. Пара песен. Военных, правильно. Мы в палату тяжело ранены. В фоне с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерии с ампутированной ногой. В сумасшедшем бою подъемный. На себя принявший огонь. На пришельцем глядит он весело. И другой, добровей за бинтовых. Капитан, таранивший мессера три недели назад над Ростовом. Мы вошли. Падают замертво. Вот и все о концерте в госпитале в том году. Когда тыловая холуница, напрягая все силы, помогала держать в стране оборону, Лучшие ее сыны и дочери сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. И в редкие часы затишья бойцы вспоминали родные места и своих близких. И сейчас мы с вами пройдем на позицию, где бойцы пишут домой письма. Приглашаю всех в зал сменных выставок на первом этаже.